Всем привет! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Александр. Я живу, работаю в Стокгольме айтишником. Уже год мы живем в Швеции семьей. И сегодня поговорим про водительское удостоверение, как я его получал со своим 13-летним стажем вождения в России, насколько трудно мне это было, какие этапы я прошел. Я не просто расскажу, как, в принципе, все блогеры делают там, про процессы, как это делать. Это, в принципе, легко. Вы можете прочитать сами быстрее по ссылкам в описании, которые я оставлю. Я больше сосредоточусь на каких-то особенностях, которые я заметил, и дам пару лайфхаков и советов, как лучше себя вести, как лучше подготовиться к экзамену, вести себя на экзамене. В общем, попробую максимально помочь передать свой опыт, так сказать, в массы. Поэтому поехали, поговорим сегодня про шведские водительские удостоверения на категорию B легковые автомобили. Так, ну и сегодня у нас Рождество. Снимаю я 25 декабря, поэтому у нас такие полурождественские декорации. Ставьте лайк, если они зашли. Думаю, что должно быть максимально уютно. Итак, с чего начинается? По приезду, значит, в Швецию у вас есть один год для российских водительских удостоверений, ну и, в принципе, для других удостоверений, которые были выданы в другой стране, которые более-менее котируются в Швеции как на статусе международных. Вот, поэтому один год с момента, по-моему, получения персонального номера, то есть с момента регистрации шведской налоговой, вы можете использовать эти водительские удостоверения. Я их использовал здесь для вождения каршеринга до получения шведского водительского. И первый совет, максимально используйте свои права здесь в течение первого года, особенно если вы планируете сдавать на права здесь, в Швеции, потому что вам нужно нарабатывать местный опыт вождения, погружаться в то, как здесь водят, какие здесь понятия, а не те, о которых вы привыкли там у себя дома, там не моргать аварийками и прочие штуки, да, от этого всего отучаться. Вот, к тому же здесь свои есть особенности скоростного режима, мне до сих пор очень трудно к нему привыкнуть, например, держать скорость в районе 30 километров, 40 километров в час, это довольно частое ограничение в жилых зонах, в жилых районах. Вот, это очень трудно, скажем так, особенно даже на современных автомобилях с коробкой автомат, которые тебя, собственно, пытаются даже подталкивать к тому, чтобы чуть ехать быстрее, но все-таки ты должен сдерживать эту машину, чтобы не нарушать и, собственно, соблюдать, естественно, безопасность. Значит, дальше чего? Вот вы решили сдать, значит, экзамены. Вам нельзя обменять российское удостоверение здесь, здесь нельзя также обменять на шведское водительское права из Соединенных Штатов, из Канады, из многих других стран, которых, казалось бы, должны котироваться на территории Швеции, но нет. Значит, и для этого вам нужно пройти несколько этапов, которые они здесь изобрели. Изобрели они их здесь благодаря своей глобальной программе Vision Zero, типа «мы не хотим, чтобы получали травмы серьезные и погибали на дорогах», поэтому в соответствии с концепцией Vision Zero, типа «ноль всяких таких происшествий», они разработали план обучения, который успешно внедряют уже много лет, и он состоит из следующих этапов. Значит, сначала вы должны пройти экзаменацию у глазного врача, сделать это можно в любой оптике за 100 крон. Вас сразу отправляют электронную заявку в транспорт Тирелсон, это типа местной ГИБДД. Значит, отправляют информацию о проверке вашего зрения. У меня очки, то есть я пришел в эту оптику со своими очками, они также мне попросили посмотреть на буковки, почитать циферки, после этого вписали сведения о том, что у меня есть очки, о том, что у меня зрение там такое-то, и отправили все это в транспорт Тирелсон. После этого, где-то в течение недели, наверное, мне пришло письмо на электронный ящик, что мне выдано разрешение на обучение, то есть я получил право обучаться на водительское удостоверение в Швеции, и после этого нужно пройти несколько этапов. Сдать так называемый курс риск 1, потом курс риск 2, потом сдать теорию и сдать вождение. Вот четыре этапа после проверки зрения. Значит, также онлайн, перед тем, как записаться на все эти риски и прочие тренинги, я заполнил на сайте транспорт Тирелсон в личном кабинете заявку о своем здоровье, то есть я никаким врачам не ходил, просто онлайн заполняешь формочку, хронических нет, ничем не болею, препараты не принимаю, здоров, водить могу, все такое. Все, все, с моих слов там прокликано верно, окей, отправить, все, ушла заявочка, все нормально. Значит, разрешение на вождение по электронной почке пришло, пора идти на риск курсы. Риск курсы, риск 1, это вам рассказывают, что нельзя пить, что вы бываете усталым за рулем, нужно понимать, отдавать себе отчет, не ездить по ночам там слишком долго, и высыпаться, и все прочее, что наркотики это плохо, вся такая тема. Риск 2, это про непосредственно какие-то опасности на дороге, вы реально садитесь на полигоне за руль автомобилей учебных, и самостоятельно, значит, набираете скорость там 40 км в час, тормозите, смотрите, какой у вас длинный тормозной путь. То есть это как бы наглядно вам демонстрирует, что превышение скорости хоть на 10 км в час увеличивает ваш тормозной путь, вы пробуете это делать на разных поверхностях, на твердых, на скользких и так далее. То есть вам наглядно пытаются показать, что вы мало чего контролируете, когда вы двигаетесь на машине, тем более с большой скоростью. Даже мне, водителю с 13-летним стажем, было довольно занимательно и интересно в этом во всем поучаствовать. Особенно учитывая тот факт, что в основном на права со мной сдавали и готовились к сдаче студенты и вчерашние выпускники школ. То есть здесь как бы считается хорошим тоном в Швеции после школы пойти и получить права. Риски. Можно в любой школе записаться. Особенность только в том, что риск 2, он проходит на полигонах. И у каждой автошколы есть свои какие-то там договоренности по использованию этих полигонов. Если вы записываетесь на полигон внутри города, это будет дороже. Я имею в виду Стокгольм. Если вы записываетесь на полигон, например, под Сидертелье, это где-то полчаса езды от Стокгольма на машине, то это будет для вас дешевле. Ну, естественно, я чтобы с экономией записывался туда, где подешевле. И у меня был такой от школы трансфер типа до этого полигона и обратно. Все это было включено в стоимость. Достаточно удобно. Ничего плохого сказать не могу. Значит, риск 1 – это такая штука, где вы работаете в группах и вам выдают, собственно, тему в каждой группе. Например, эта группа отвечает за усталость за рулем. И учитель дает вам задачу собрать информацию в интернете, которую вы можете найти на официальных сайтах всяких ведомств, выписать и сделать презентацию про конкретно вашу тему. Также может попасться тема про наркотические средства, про другие всякие факторы, которые влияют на условия вождения. И после этого каждая группа делает свою презентацию, выступает и так далее. Соответственно, если у вас нет шведского языка, как у меня, а есть хотя бы английский, имеет большой смысл записаться на риск 1 на английском языке, это будет в два раза дороже. Автошколы прекрасно понимают, что приезжает огромное количество иммигрантов, и это отличная бизнес-возможность сделать чуть-чуть побольше денег. То есть, соответственно, если обычный риск 1 лекции стоит там 410 крон, 450 крон на шведском языке, то на английском языке это будет стоить там 800-850 крон. То есть, ровно в два раза дороже. Но это имеет смысл, потому что приходить хлопать глазами, ничего не понимать, чего происходит, и в группе не работать, ни с кем не общаться, ну, такое себе. Я не рекомендую точно. Я пошел в английскую версию. Занимался я в школе My Driving Academy. Это не реклама, но в дальнейшем я расскажу, почему бы я рекомендовал идти именно туда. Значит, риск 1 проходите, риск 2 проходите, потом записываетесь на тест по знанию теории, и потом идете на вождение. Теория. Теорию можно начинать учить с самого начала, как вы приезжаете. Мне, наши соседи русскоязычные, спасибо им огромное, подкинули прекрасные книжки. Вот такие можно купить в автошколах. Они изготовлены от Шведской национальной ассоциации тренеров по вождению, если я правильно это перевожу. Swedish National Association of Driver Trainers. Это Driving License Book и Swedish Road Science. Значит, ну, здесь, естественно, про перекрестки, про разметку, про светофоры, про всякие пояснительные надписи, которые могут быть на знаках. Все про знаки. Достаточно тоненькая книжка, но, тем не менее, очень полезная. И такая книжечка, в которой расписаны темы, которые касаются непосредственно ситуации на дороге, пересечения перекрестков, кто кого должен пропускать, какие-то ситуации на дорогах. очень прикольно. Расписывается, почему скорость должна быть именно 30 км в час, а не 40. В общем, мне очень понравилась книга. Я читал ее прям за полем, можно сказать. На английском она, естественно. По-шведски я до сих пор пока не говорю. Вот. Ну и все начинается, конечно же, с детей, с важности соблюдения скоростного режима и прочего. Максимально интересная и полезная книга. И все, что здесь есть, абсолютно все, оно есть в билетах, которые издаются по теории. То же самое касается и знаков. То есть учить здесь билеты невозможно. Есть несколько порталов, на которых вы даже можете купить себе доступ к тысячам там билетов. Но и это нужно делать. И нужно не покупать, а вообще прорешивать билеты, потому что это дает понимание того, что вообще ждет на экзамене, какие вопросы бывают и так далее. Но есть несколько тем, которые в вопросах присутствуют обязательно. Там правила проездов, перекрестков, кто кому уступает, все вот эти вещи, к которым мы привыкли. По паркингу там, например, стоит знак, пояснительные к нему надписи, типа время, когда можно ставить. И выберите ответ правильный, когда здесь можно припарковаться и можно ли вообще. Вот. Тесты обыкновенные, как в России. Один только правильный ответ может быть. Вопросов всего в теории 69, по-моему. Из них надо сдать 52. Именно столько я и сдал. И сейчас я вам расскажу, почему я сдал 52, а не 69. Значит, я готовился по мобильному приложению от автошколы MyDriving Academy. Оно называется по-шведски «Мое водительское удостоверение». Там переводится типа MidConcord. Что-то такое. Ну, я оставлю ссылочку. Вот. Там есть билеты, там есть всякие обучающие видео. Мне приложение понравилось. Как заверили в автошколе, типа если вы порешаете все наши билеты, которые у нас есть, то вы таким образом как бы практически себе гарантируете, что вы сдадите. То есть, никто не говорит вам, что вы сдадите там 69 из 69. Это и не нужно. Оно 52 из 69. В принципе, да, вполне. Вот, собственно, это со мной и произошло. Мне приложение понравилось. Я могу это рекомендовать. Оно на английском, кстати. Да. Если кому-то нужны билеты на русском, они есть тоже в доступе. Кто-то их там может приобрести. В общем, я оставлю ссылку, кому интересно. Почитайте, посмотрите. Значит, билеты можно сдавать, теорию на разных языках. Заранее ты выбираешь язык, на котором ты сдаешь. Я выбрал русский язык. Я мог сдавать на английском, но у меня было такое опасение, что я буду больше нервничать, что передо мной будет незнакомый язык, и все равно нужно будет тратить усилия на перевод. Я решил взять на русском. Были некоторые формулировки в русскоязычной версии этих билетов. Когда я сдавал экзамен, я немножечко даже посмеялся там. Был вопрос, типа, какая наиболее опасная ситуация на проезжей части? Что-то типа того. И один из вариантов ответа был дичь на дороге. Ну, для русскоязычного населения дичь на дороге – это то, что происходит на дороге каждый день. Но здесь дичь – это именно про животных было, да? Ну, то есть, такой каламбурчик. Вот. Значит, вот вам лайфхак по поводу прохождения теоретического экзамена. Вот в начале экзамена вас усаживают в аудиторию, а значит, перед экзаменом вы фотографируетесь, там регистрируетесь на стойке, проверяют ваши данные, вашу ID, и вы ждете входа в аудиторию. Потом вы заходите в эту аудиторию, проверяют опять там ваши ID, спрашивают, есть ли у вас европейская или было ли когда-то европейские права, вы отвечаете, и после этого вам называют ваше место, за какой компьютер вы садитесь. Я был в здании, где сдавал, в комнате, где сдавал одновременно человек, наверное, 25-30, то есть целая комната была набита, три человека в ряду, в одном, и я сидел посередине, то есть рядом со мной еще вот так вот было два компьютера, и это так себе не очень комфортная, скажем так, ситуация. И женщина, которая отвечает за, значит, регламент, которая сидит, смотрит, чтобы никто не списывал там и прочие вещи, она проговорила несколько раз, ребята, вот вы все прорешали, вернитесь, пожалуйста, к началу билета, это можно сделать, и посмотрите ваши ответы, не тратите, не торопитесь, у вас есть там, не помню, сколько там времени дается на экзамен, не буду врать, сколько-то, значит, если у вас осталось время, вернитесь к предыдущим ответам, даже если вам кажется, что вы все правильно ответили, просто прокликайте, пробегитесь глазами, перепроверьте, а вдруг вы что-то увидите, что вы, как это я так нажал, может быть, я в этот момент о чем-то подумал, и так далее, так вот, я настоятельно вас заверяю, сделайте это, потому что я сдал ровно 52 вопроса, сколько вот нужно, а если бы я сдал 51, например, то мне пришлось бы все пойти на круг, все повторить, перезаписаться, ждать какое-то время, то есть это время, это деньги, это не очень хорошо, я был на таком очень хорошем настроении, мне казалось, что я все делаю правильно, что я ответил все замечательно, но по факту очень даже на тоненького, поэтому рекомендую все-таки слушать советы тех, кто проводит экзамен, и делать, перепроверять свои ответы, да, как я уже говорил, нужно учить правила, а не сами билеты, потому что только понимание самих правил даст вам понимание того, что ожидается в ответе на конкретный теоретический вопрос. Вождение. Значит, я человек жизнью не избалованный, машина у меня всегда была одна с 2013 года, Volkswagen Polo Sedan на ручной коробке передач, потому что на автоматическую на момент покупки, так сказать, не накопил, и вот всю жизнь 13 лет проездил я на ручной коробке. Здесь, естественно, в каршеринге никаких ручных коробок в помине нет, все давно ездят на автоматических, это и экофрендли, это и удобно, это, ну, чего говорить, автоматическая коробка всегда хорошо. Поэтому была дилемма сдавать, значит, экзамен по вождению на автоматике либо на ручной коробке. Думал я, думал, много размышлял, общался вот тоже с разными людьми, которые здесь тоже сдавали экзамены, пришел к выводу, что коробка меня нисколько не смущает, я 13 лет водил на ней и смогу повторить то же самое на любой-другой машине, поэтому думал, но, что сдам на ручки, это открывает мне возможность управлять как ручкой, так и автоматической машиной, возможно, если я полечу куда-нибудь отдыхать и где-то вдруг из-за какого-нибудь горячего сезона не окажется машина на автомате, я смогу подхватить на ручной коробке, да плюс это еще и дешевле, то есть возможно, когда-то в жизни это не пригодится, поэтому почему бы и нет? Таким образом я принял решение сдавать на ручки, но я же не ездил здесь на ручки, я здесь только ездил несколько раз на каршеринге, да и то на автомате, поэтому я решил не испытывать судьбу и взять пару уроков в My Driving Academy в автошколе, которая у меня была очень удобна тут около дома, и это одна из немногих школ, где я встретил возможность, во-первых, онлайн-записи, то есть мне не надо физически звонить, я не люблю вообще звонить, записываться, тем более тут сложности бывают иногда там со шведским, не шведским, кто по-английски говорит, кто не говорит, я люблю онлайн заполнить, знаете ли, записаться, заплатить и прийти уже и делать, вот, поэтому пау выбор именно на эту академию, выбрал я два урока себе, один урок я выбрал, это обычный урок по вождению, а второй урок я выбрал типа как пробный экзамен, и эти уроки я расположил таким образом, чтобы, например, у меня во вторник экзамен, о нет, в понедельник у меня экзамен, и я взял два дня назад в субботу урок по вождению, и два дня назад в четверг, то есть у меня четверг урок по вождению, в субботу пробный экзамен, в понедельник уже настоящий экзамен. То есть я взял прямо впритык, чтобы я как бы на машине поездил перед экзаменом побольше, почувствовал уверенность, какую-то привычка ко мне снова вернулась, вот это вот, когда ты каждый день садишься за руль. Тоже рекомендую так же сделать, потому что для меня это сработало, думаю, что для кого-то это тоже может помочь. Вот. И почему я еще взял не только почему я взял вождение, не только потому что почувствовать себя увереннее за ручкой там современных автомобилей, потому что полуседан 13-го года так себе современный автомобиль. А просто, чтобы еще инструктор подсказал мне какие-то хинты, фишечки местные, что ожидает инструктор, которому вы сдаете экзамен из Трафикверкета, из местной экзаменационной такой организации, что он ждет от меня, как от того, кто претендует на шведское водительское на экзамене. И я вообще не прогадал, потому что инструктор, с которым я занимался, мы с ним просто вот такие картинки он мне рисовал. Во время одного урока он мне нарисовал, наверное, штуки 2-3 по поводу того, как они проезжают круговые движения, как они проезжают перекрестки, что у них есть такое понятие, как стокгольмский поворот. Вот как мы налево поворачиваем на перекрестке, если машина есть и спереди, и мы едем. Мы обычно как? Мы обычно проезжаем ту машину, с которой мы должны разъехаться, и из-за спины поворачиваем. А у них есть такое понятие, как стокгольмский поворот, что мы должны разойтись правыми бортами машин на этом повороте. И это для меня было в новинку. И я даже, когда ездил на каршеринге, я встретился в такой неловкой ситуации, когда ехала полицейская машина, и я ехал, я пытался ее объехать, чтобы повернуть налево, и они меня не поняли. Они начали уже поворачивать. То есть они ожидали от меня, что я понимаю, что такое их местный стокгольмский поворот, а я, конечно же, нет. Я это был еще до вот этого урока с инструктором. В итоге они мне, конечно же, покрутили вот так вот у виска и сказали, дорогой, что-то с тобой не так. Но меня никто не остановил, никто у меня ничего не отобрал и не оштрафовал. Это просто было такое легкое недопонимание. Вот. В итоге с инструктором мы отъездили один урок, вот этот. Я пришел с огромным просто количеством информации и лайфхаков, как смотреть по сторонам, как показывать, что я смотрю в зеркало, как правильно подавать поворотник, как на круговом движении правильно себя вести на съездах, на выездах, когда включать поворотник, когда нет, как лучше контролировать скорость, как пропускать тех, кто выезжает справа, даже если тебе кажется, что ты едешь по главной дороге, а здесь есть такая фишка, что ты едешь вроде бы по главной и какие-то второстепенные выезды есть, но там все равно действует правило правой руки, то есть даже когда ты едешь по, казалось бы, главной, ты должен пропускать тех, кто едет справа. И это такая типичная ошибка людей на экзамене, что они думают, что они едут по главной, и человек, который выезжает с правой стороны, если мы ему не пропустили, если мы не избавили скорость, не посмотрели на него и не показали ему, что мы ему уступаем, то тогда это может трактоваться со стороны инструктора, экзаменатора, что вы зафейлили правила правой руки, а это у них тут такая очень важная штука. Вот. И самое-то главное, на втором уроке по вождению, который должен быть а-ля пробным экзаменом, мы сделали что-то такое комбинированное, с преподавателем договорились, ну, естественно, я разговаривал с ним на английском, вот, и он меня спросил, где будет экзамен, у меня был экзамен Фаршта-Странд, это на юге от Стокгольма, где-то в районе Фаршта-Странд центром Туннельбана, станции метро, вот, он, мы прям приехали туда во время урока в субботу, он мне рассказал так, приходишь сюда во время экзамена, регистрируешься, значит, ждешь, потом тебя выйдут, встретят, расскажут правила экзамена, он все проговорил, как оно будет на экзамене, показал точку, с которой мы поедем, спросил меня, во сколько у меня экзамен, в какое время, сказал так, ну, вероятнее всего, вы поедете вот в этом направлении, потому что там на левую сторону будет много трафика, в это время обычно инструктора туда вас не водят, вот они тебя поведут по этой дороге, мы с ним поехали по этой дороге, он мне рассказал, как вести себя чуть ли не на каждой перекрестке, как сделать правильный разворот на проселочной дороге, как отреагировать на требования инструктора, что если он хочет, чтобы ты на проселочной дороге свернул налево, а за тобой едет большая фура и более, чем три машины, то ты должен сказать, нет, я не могу этого сделать, мы сейчас с вами свернем направо, развернемся и вернемся к тому месту, где нужно повернуть, иначе мы создадим аварийную ситуацию. То есть вот такие вот нюансы, они могут сильно помочь, и они мне лично сильно помогли, потому что, что вы думаете, пришел я в понедельник на экзамен, и экзаменатор, который меня принимал экзамен, провел меня точно по тому же маршруту, который мне сказал, что вероятнее всего будет на экзамене мой инструктор из этой академии. Ну то есть вот такая вот мелочь, да, но она по сути сделала мой экзамен по вождению. Просто один урок, который очень сильно помог. Еще перед экзаменом по вождению я-то на ютубе тоже нашел много видео, где люди просто с видеорегистратором ездят по районам, где обычно принимают экзамены. То есть я набирал прям экзамен по вождению, фарш со стран. И там показывали, либо как люди, кто сдавал на машине, за ними просто ездили и снимали, куда едет экзаменационная машина. Я не знаю, насколько это законно, но эти видео как бы есть в интернете, на ютубе. Или кто-то просто ездил по окраинам с надписью, что это потенциально экзаменационный маршрут. Я накануне экзамена в воскресенье несколько раз пересмотрел такие видео. Они помогли мне понять, где какой скоростной режим, где какие ограничения, чтобы когда я уже сел на следующий день за руль, эта местность казалась мне не такой незнакомой, как она может быть. То есть я вот таким образом еще подготовился и тоже такую штуку рекомендую. Что еще? Ну и, наверное, давайте я резюмирую по деньгам, сколько это мне стоило. Значит, экзаменация глаз первоначальная 100 крон, теория сдача 325 крон и фотография. Потом два урока я брал по 1350 крон. Риск 1 на английском мне обошелся 850 крон. Риск 2, он был, кстати, на шведском, где мне учитель просто дублировал на английском лично для меня. Я был один, англоговорящий. Это опять же из-за того, что я сэкономил, ну и потому что на Риск 2 там больше времени ты проводишь, как бы ведешь автомобиль, нежели слушаешь лекции. Поэтому я не стал за это переплачивать. Ну, скажем, я не помню точно, сколько я заплатил за Риск 2 в районе 1900, наверное, 1800 крон. Также сам экзамен стоил мне примерно как урок вождения 1380 крон. Итого у нас получается с вами... А, ну еще и 280 крон за выпуск водительского удостоверения, которое мне вот прислали в таком вот конверте от транспорт Тирилсон по почте. За него я заплатил еще 280 крон. Итого где-то все вместе у меня вышло 4360 шведских крон. Это примерно 430 евро. Что на текущий курс 25 декабря 22 года 29100 рублей. Вот примерно столько стоило мне подготовиться и сдать с первого раза, подмечу, да, все рубежи вот этого пути. В Швеции. Значит, дорого ли это или нет? Напишите в комментариях, как думаете. Я слышал, что многие люди пересдают и теорию, потом они еще и могут завалить вождение, опять же пересдавать и так далее. И, кстати, по поводу вождения. Здесь есть достаточно длительные очереди. Раньше они были больше, сейчас мне показалось, что они стали меньше. И когда вы записываетесь на экзамены, лучше всего делать это, когда вы уже знаете, когда у вас риск 1 курс, риск 2 курс. То есть вы заранее должны как бы в календаре прикинуть. Так, ну я вот готовлюсь по такому-то приложению, решаю столько-то билетов теоретических в день. Значит, примерно к такому-то дню я прорешаю все. Значит, мне нужно записаться на теорию такого-то числа. То есть вы сразу записались в этой системе, в Трафик Веркете. Потом, так, ну вождение. Когда я буду готов к вождению? Вот я если сдаю теорию, значит, нужно оставить себе небольшой зазор, а вдруг я не сдам на пересдачу. Значит, я смогу записаться, ну, по текущей очереди примерно там через месяц. Значит, примерно через полтора я могу забронировать себе экзамен. И по поводу экзамена, на автомате, естественно, очередь желающих сдать больше, на ручке еще одно преимущество, желающих сдавать меньше. И надо отметить, автомобили в Трафик Веркете, где вы сдаете экзамен, просто топчик. Я ездил на Volvo V60, наверное, такой универсал. Абсолютно белоснежный, с прекрасным белым салоном, абсолютно чистый, полная комплектация, все подогревы, все настройки, все там автоматическое. Боже, какое удовольствие я получил от вождения на экзамене. Это, конечно, фантастический автомобиль. Так что не думайте, что вы будете сдавать здесь на каких-то там Volvo из музея Volvo. Нет. Абсолютно современные, обалденные автомобили. И даже инструктор, с которым мы занимались на курсах по вождению, у них я водил мини-купер. Такой, казалось бы, тоже хорошая машина, мини-купер. Но приборы читаются крайне плохо, как на мой вкус, после Вальсвагена, где все такое аскетичное и довольно четкое. В мини-купере такие круглые приборы, которые как-то очень сильно на тебя напирают, и читать их достаточно проблематично. Плюс там есть проблемы с поворотниками, они очень плохо автоматически отключаются. На Volvo во время экзаменов проблем не было вообще никаких лично у меня. А уж коробка, как там работает, ручная, это я даже и не понял, на ручке я ездил или на автомате. То есть шикарная коробка. В общем, всем желающим сдать на права в Швеции, я желаю огромных успехов. Это очень трудный, но очень интересный путь, в котором вы познакомитесь с удивительными людьми, которые вам будут рады помочь во всем этом. Я желаю вам дисциплины в решении этих билетов, будь они неладны, от которых я чрезвычайно, надо признаться, устал. Желаю вам терпения, желаю вам получить заветный конверт с аварийскими удостоверениями. И я все-таки действительно рекомендую брать уроки, хотя бы парочку, даже если у вас много лет опыта, просто для того, чтобы вам рассказали, что от вас ждет экзаменатор на вождении, чтобы не было недопониманий с вашей стороны, и когда вы придете неподготовленно, не сдадите, и вы не поймете даже, почему вы не сдали, даже после того, как вам пришлют имейл с пояснениями. Все-таки страна другая, правила другие, скоростные режимы другие, даже проектирование дорог другое, к которому я привыкал какое-то время, чтобы нормально водить. Вот. Всех с наступающим Новым Годом, Рождеством. Пишите комментарии, ставьте лайки, и всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok